Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин накануне в ходе видеоконференции подписали декрет, утверждающий основные направления реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ, ради их называли дорожными картами. При этом Путин находился в аннексированном Крыму, а Лукашенко в Минске. Союзное государство для Беларуси – приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции. О содержании принятых программ, озвученных еще в 1999 году, до сих пор мало что известно. Общественность обеих стран в обсуждении документов не участвовала. При этом и Путин, и Лукашенко декларируют, что пакет документов принят в интересах российского и белорусского народов. Программы затрагивают в основном интеграцию в сфере экономики. В них не ваши инициативы связаны с политической интеграцией, включая создание наднациональных союзных структур власти. Кроме того, утверждена совместная военная доктрина, что, по мнению ряда экспертов, и было главной целью Кремля. А Путин пообещал, цитата, сообща противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. По мнению политолога Андрея Елисеева, в результате этих соглашений Минск попадает еще в большую экономическую и финансовую зависимость от Москвы. «Это такая гарантия Кремля в том, что Лукашенко будет выполнять все эти договоренности. Кремль будет дозировать свою экономическую и финансовую поддержку Беларуси. Если Лукашенко не будет выполнять эти соглашения, этим он рискует очень быстро дестабилизировать экономическую ситуацию в стране. С другой стороны, у Лукашенко есть свои интересы в подписании этой сделки с Кремлем. Он же старается продать или оправдать эту новую конституцию Кремлю взамен на выполнение этих договоренностей. Подписание – это одно, но эти договоренности предстоит еще утвердить. Они подлежат процессу ратификации как Лукашенко, так и Белорусского парламента. И, как я думаю, эта ратификация будет откладываться на как можно поздний срок, возможно, после проведения референдума в Беларуси. Таким образом, это промежуточная сделка между Лукашенко и Кремлем». Тем временем, в течение последней недели режим Лукашенко продолжил бороться с знакомыслием в стране. Министерство внутренних дел признало экстремистским формированием интернет-ресурсы БелСАД. Перечень организаций формирования индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, на сегодняшний день включает в себя 11 инициатив и групп, в том числе популярные телеграм-каналы «Нехта», «Нехта», «Лайв» и «Лухта». Создатели, организаторы и участники таких формирований будут привлекаться к ответственности по статье 361.1 Уголовного кодекса сроком лишения свободы до 10 лет. «Белорусские власти никогда не любили БелСАД. За 14 лет нам так и не дали аккредитацию. Мы были первыми в этом печальном списке задержанных, арестованных, тех, у кого конфисковали оборудование. Теперь, когда ситуация кардинально изменилась, власти пытаются найти любые способы, чтобы зачистить информационное поле, тщетно пытаясь лишить белорусов свободной и бесцензурной информации. Пока мы анализируем, что это может означать для БелСАД. Но, что бы это ни означало, БелСАД это не остановит. Мы продолжим работать». По решению Министерства информации на территории Беларуси также заблокирован доступ к сайтам, ликвидированных ранее по решению власти организации, Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского пенцентра, Союза белорусских писателей и Экодрома. По данным на 4 ноября, политзаключенными признаны еще 9 человек. Все они были задержаны или осуждены за распространение порочащей информации, надругательствами над государственными символами. Теперь общее число политзаключенных в Беларуси составляет 836 человек. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала о власти Беларуси прекратить репрессии против гражданского общества страны, подчеркнув, что Беларусь имеет международные обязательства по соблюдению прав человека и обеспечению верховенства закона. Все лица, лишенные свободы за свою правомерную деятельность в сфере гражданского общества, должны быть освобождены в безоговорочном порядке. Гражданское общество Беларуси, в том числе независимые СМИ и правозащитники, должны иметь возможность работать в безопасных и благоприятных условиях в соответствии с международным законодательством в области прав человека, которым Беларусь связана, как и любое другое государство. Как напомнила Миятович, более 270 неправительственных организаций были ликвидированы властями или находятся в процессе ликвидации. Максим Маскальков, Александр Берган. Настоящее время. Америка. Вашингтон.